МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она посвящена 155-летию со дня рождения великого русского классика. На большинстве работ чеховские персонажи из известных рассказов и пьес. Взглянув на картины, посетители вспомнят такие произведения, как «Дама с собачкой», «Вишневый сад», «Каштанка» и «Человек в футляре». Много-много различных героев, причем они представлены добрыми, веселыми, такими, как их видел Чехов. То есть Чехов сам говорил, что он изображает не вымышленных героев, а тех людей, которые его окружают в жизни. На выставке представлены и портреты классика. Их пять. Всего же в экспозицию вошли более 80 работ. Они выполнены в разных техниках, от живописи до графики. Есть и предметы декоративно-прикладного искусства. Все произведения прошли строгий отбор жюри. Впервые выставка, посвященная Антону Павловичу Чехову, состоялась пять лет назад, в честь 150-летия со дня рождения русского классика. Как рабочее место охранника может стать предметом современного искусства, смогут увидеть жители Краснодара. В культурном центре типография открылась выставка «Пост наблюдения» арт-группировки «ЗИП». Команда из четырех художников представила инсталляцию. Прежде чем оказаться в пространстве, где расположены основные экспонаты, посетители попадают в наблюдательный пост охранника. Здесь на экраны подается картинка с камер видеонаблюдения и размещены фотографии и картины Малевича. Во втором зале можно увидеть в миниатюре улицу Красную, строящийся стадион одного из футбольных клубов, а также придуманные авторами архитектурные проекты. Интересно, что практически все экспонаты сделаны из дерева. Это достаточно вариативный материал. Он и гибкий, из него можно достаточно прочную конструкцию сделать. И он подходит нам своей теплотой, то, что доски хранят какую-то историю в себе. Напомню, что один из проектов «Утопия» арт-группировки ZIP в 2012 году вошел в шорт-лист российской национальной премии имени Кандинского. Кому достанется главный талисман студенческой удачи, станет известно совсем скоро. Пока же символ всех студентов Татьяна покинул Краснодарский государственный технологический колледж, в стенах которого он был два года. Учебное заведение получило тотем в 2013 году, выиграв большие студенческие гонки. Тогда развернулась настоящая битва среди университетов, институтов и колледжей Кубани. За талисман боролись 40 команд, но самыми сильными, ловкими и креативными оказались учащиеся колледжа. Тогда уже поднимали кубок над головой, это просто что-то с чем-то. Как будто мы выиграли, не знаю, чемпионат мира. Столько фотографов, куда смотреть, что, как, непонятно. Ну, эмоции бешеные просто. Разыграют главный символ всех студентов 25 января на студенческом фестивале «Татьянин день». На днях в Сочи завершился Всероссийский фестиваль детских любительских коллективов «Волшебство театра». Гран-при фестиваля присуждено Краснодарской образцовой театральной студии «Живое слово» под руководством Людмилы Осадчей. И это далеко не единственная награда коллектива. В чем секрет успеха, спросим у руководителя студии. Сегодня она гость нашей программы. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Владимировна, чем в этом году вы удивили зрителя? Какую постановку вы представили на фестивале? Мы повезли на этот фестиваль спектакль старшей группы, спектакль о любви, потому что эта тема была им близка, они хотели об этом играть. Это стихи на весенней траве по поэзии Роберта Бёрнса. Я поздравляю вас с заслуженной наградой. Скажите, а как сформировался ваш коллектив, какова его история? Вы знаете, спасибо сказать надо нашему Краснодарскому фестивалю, который называется «Театр ты мне нужен». Потому что на тот момент, когда был первый фестиваль, у меня коллектива еще не было. Но на фестиваль я все-таки пошла, посмотрела, и захотелось, чтобы на следующем фестивале были представлены и наши работы. И в этот же год был организован такой небольшой кружок. Буквально два месяца он был кружком, и затем он стал студией, которой мы придумали название. Название придумали всем коллективам, и оно живо до сих пор, живое слово. Скажите, а как вы формируете репертуар? Мы все-таки стараемся работать с хорошей литературой, поэтому названия наших спектаклей, они сами за себя говорят. Атальпийская баллада Василь Быков, Небылица, Быль да небывальщина по русско-эпической поэзии, Стихи на весенней траве Роберт Бернс, Детская душа Катаев, Аверченко, Чехов, ну и так далее. То есть это всегда хорошие имена. И мне кажется, что это и является залогом успеха. Скажите, в вашей студии уже 20 лет, и наверняка были ребята, которые связали свою жизнь со сценой, но все-таки артистами станут не все, как вы думаете, чему самому главному вы учите детей? Студия, это в первую очередь, это пространство общения, то, где дети получают свои первые жизненные уроки, и культурологические, и эстетические, и нравственные, там, где они учатся вообще быть людьми. И что касается наших воспитанников, которые чего-то добились именно в этой сфере, в Москве, в Большом кукольном театре, у нас работает ведущая актриса Виктория Короткова, в Москве также работает Иван Савченко, Юля Соломкина в профессиональных театрах. Сейчас в школе Табакова обучается Дима Володин, способный очень, 17-летие юноша, который вот только приезжал, и мы увидели, как замечательно он продвинулся вперед. Так что нам есть чем гордиться. Позади победа на Всероссийском сочинском фестивале. Что же ждать дальше зрителю от замечательного вашего коллектива? Ну, впереди очень важная, очень значительная дата, которая нас всех волнует. Это 70-летие победы. И мы, конечно же, как творческий коллектив, готовимся к этому. Во-первых, мы восстанавливаем наш спектакль о войне, который называется «Далекие близкие звезды» по произведениям Приставкина. И сейчас вот вошли в новый проект «Строки, опаленные войной». Это ребята будут читать прозу о войне. Вот мне кажется, что это будет очень интересно. Я благодарю вас за интересную беседу, за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Удачи вам в вашем творчестве. Спасибо большое. Такими были новости культуры. Удачи вам и хорошего дня. Спасибо. Спасибо.